Привет всем! Нет, не будем мы сегодня обсуждать Sega, Atari, сегодня у нас на очереди Nintendo. А именно, поговорим мы сегодня об их первой домашней игровой приставке, Bataru Boy. Ой, простите, Virtual Boy. Давайте начнем. По традиции, как всегда, начну с истории. В 1992 году компания Nintendo Research and the One Man 1 начала разработку одного очень интересного проекта. И 21 июля 1995 года выходит та самая Virtual Boy. Первая 32-битная домашняя игровая приставка, выпущенная компанией Nintendo. Подчеркну, первая приставка именно от Nintendo, потому что до этого у них не было 32-битных приставок. Но еще и нюансы заключаются в том, что до выхода Virtual Boy были уже приставки 32-битные, такие как PlayStation 1, Sega 32X, хотя ее приставкой ты не назовешь. Это скорее дополнение к уже существующей приставке 16-битной, Sega Mega Drive, ну или Genesis. Ладно, Genesis, а то сейчас начнется. Но изначально она появилась только в Японии. В США она появилась почти через месяц, 14 августа, где стоила около 180 долларов. В Японии же она стоила 15 тысяч иен. Однако, она не имела большого успеха. Людей она в принципе не заинтересовала. Продавалась плохо. Было продано всего лишь 770 тысяч штук. И в итоге она со временем окончательно загнулась. Что тут еще можно сказать? Поскольку приставка была не популярна, соответственно и игр тоже было мало сделано для этой приставки. Всего лишь 22 игры. 19 для японского рынка, а 14 для американского. Но были еще и прототипы. Да, кстати, даже несмотря на то, что снижали цену на эту приставку, все равно ее никто не собирался покупать. Первоначально на эту приставку должны были выйти такие хиты, как Старфокс, Файнал Фэнтези, Стритфайтер, вторая часть, и Зельда. Но ничего не вышло. Лично для меня нормальными играми от этой приставки считаются Варио Лэнд и Марио Клэш. Нет, не Марио Теннис. Марио Теннис мне вообще не нравится. Ну и Тетрис, и Бомбермен. Я вот только не понимаю одного. Кто до сих пор играет в Марио Теннис? Вот я лично нет. В нее, наверное, будет играть только больной ублюдок, который зависим от Марио. Я же независим. Я вполне адекватный и нормальный человек. Даже от Соника независим. Хотя это моя любимая игра и в целом франшиза. Но вообще с Соником не так сильно я знаком. Я в начале 2010-х годов посмотрел одну серию аниме Соник Экс. И дальше дошло дело до Бума. Но об этом как-нибудь в другой раз. Ладно, на этом история заканчивается. Теперь мы переходим к самой приставке, к ее особенностям и характеристикам. Первая особенность Virtual Boy заключается в том, что это 32-битная приставка. Вторая особенность заключается в том, что она была способна отображать настоящую трехмерную графику. То есть 3D. Но как вы понимаете, у этой приставки были и минусы. Во-первых, она позиционировала себя еще как портативной приставкой. Но как ее можно назвать портативной? Посмотрите на ее дизайн. Это ж просто капец. Кусок деревянного дома красного, наверное. А если уж совсем быть грубее, кусок говна. Нормально в нее поиграть у вас не получится. Вам придется играть либо так. Либо вообще так. Заметьте еще кое-что. На Virtual Boy даже ремня нету. А ведь он бы здесь пригодился. Для того, чтобы ты надевал ее на голову и играл бы спокойно. Да хоть на жопу одевай. Он все равно здесь должен быть. Но нет. Почему-то не сделали. Есть, конечно, одно решение. Просто примотать ее к своей голове с помощью скотча. Но я тебя хочу поздравить. Ты будешь выглядеть как мудак последний. Ну чё? Блин, какой же ты мудак, бля? Во-вторых, глаза. Да, из-за такого красно-черного изображения у вас будут очень сильно уставать глаза. Вы таким образом даже можете ослепнуть, наверное. Но есть одно но. Любая игра, которую вы включите на этой приставке, может вам сказать о том, что вам лучше не стоит играть очень долго. И поэтому она может предложить включить автоматический режим сбережения здоровья. Это когда игра автоматически ставится на паузу через несколько минут. Тем самым она дает вам возможность немного отдохнуть. Да уж, теперь я понимаю, почему она такая провальная. Теперь точно начну с характеристик. Процессор был 32-битным. RISC-NEW V810, который работал на частоте 20 МГц. Кэш инструкции 1 кБ. А вот насчет памяти тут немного странно. И немного непонятно. 1 МБ динамического ОЗУ и 512 кБ псевдо-статистического ОЗУ. Про это я вообще впервые слышу. Два дисплея RTI SLA-P4 и разрешение 384х224. Однако система не содержала полную светодиодную матрицу с таким разрешением. Там используются две линейки с разрешением 1х224 с механической разверткой. Как раз эта механическая развертка перемещает линейку в поле зрения глаза с очень высокой скоростью. А частота этой развертки была такова. 52 Гц. По поводу звука и питания. Ботярубой или же вертолобой использует 16-битный стереозвук, не моно. Питается от 6 батареек. Или от сетевого адаптера. Ну и последнее это эмуляция. Эмуляторов этой приставки вышло не так уж и много. Всего-то 6 штук. Самым первым из них считается Reality Boy, который поддерживает очень мало игр. Red Dragon, который основан на коде этого же эмулятора Reality Boy. VBGIN, ну или Virtual Boy GIN, который качественно эмулирует эту приставку. Есть еще и модифицированная версия Virtual Boy GIN с поддержкой Oculus Rift. Virtual E, Vipe, Vipe, ну и все. Ссылки на все эти эмуляторы будут в описании. На этом все. Это все, что я хотел сказать про эту батяру бой. Эту недоприставку. Все, ребят. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok